А позвонили мошенники. Пенсионерка из Омска доверилась им, как настоящим сотрудникам банка. Стала внимательно слушать и отвечать на все вопросы. Номер федеральный голос приятный. Сначала позвонила девушка и напугала. Мол, по паспортным данным женщины, прямо сейчас кто-то оформляет кредитную карту. Что побудило вас перевести денежные средства на указанные номера? Скорее всего, страх за свои средства, которые хотели обезопасить. Получается, потеряла средства. Потом он то ли зомбировал меня, но я без всяких задних мыслей деньги перевела. Другой менеджер, мужчина, рассказал, что неизвестные изменили пароль личного кабинета и вот-вот снимут все накопления. Нужно срочно снять все деньги и отправить их на безопасный счет. Первый перевод не заставил себя долго ждать. 200 тысяч рублей улетели на счет злоумышленников. Дополнительные денежные средства снимали? На какую сумму? Ну, еще 200 тысяч кредит. Оформил на меня, сказал, что в Екатеринбурге кто-то от моего имени оформляет кредит. Эти средства надо тоже вывезти. Еще 200 тысяч рублей пенсионерка перевела якобы в счет погашения кредита и пошла в банк, чтобы проверить баланс карты. На счету не оказалось ни рубля. Сотрудники банка сообщили, что, скорее всего, женщина оказалась жертвой мошенников. Слышали о таких видах мошенничества? О таких не слышала. Я слышала, что есть мошеннические операции, заходят, там говорят, что кто-то совершает какую-то операцию. А вот именно по звонкам не слышали? Ну, вот ко мне вообще никто не обращался. Только что-то читала, кто-то рассказывал. Следователям возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета в крупном размере. Полицейские, в свою очередь, еще раз напоминают, любую информацию от незнакомых не мешает перепроверить. Безопасных или резервных счетов не существует. Сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам с советом срочно перевести деньги. Схема обмана та же. Еще одной жертвой мошенников стала жительница Ленинского округа. В отделе полиции она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Кто-то сейчас снимает сбережения пенсионерки. Только вот у Амички и в помине не было ни карт, ни счетов. Я говорю, у меня ни карты нет, ни счета никакого нет. Все это у мужа только. Значит, вот в Санкт-Петербурге попытались снять с вашего счета, со счета мужа, денежные средства. Злоумышленники быстро переиграли в свою версию и сказали, что действительно со счетов супруга идет списание средств. Чтобы сохранить семейный бюджет, женщина перевела все 300 тысяч на якобы безопасный счет. Реквизиты продиктовал голос в трубке. Как только деньги улетели, аферисты отключили телефон. Сейчас полицейские проводят проверку. Скриншоты переписки Амича с продавцом квадрокоптера. Житель города Сочи разместил объявление в интернете, выставил на продажу дрон почти за 24 тысячи рублей. Откликнулся молодой человек из Омска. 26-летний житель Октябрьского округа. Цена устраивала, и парень с легкостью перечислил всю сумму за аппарат. Продавец, в свою очередь, пообещал скорую доставку и даже выслал фотографию квитанции об отправке товара. Переписка продолжалась недолго. Летательный аппарат Амич так и не получил. Понял, что его обманули, когда продавец перестал отвечать и отключил телефон. Кроме того, в службе доставки сообщили, что такого заказа вовсе не существует. Молодой человек обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. 13 лет в колонии общего режима проведет 22-летняя девушка из Саргатского района. Жительница деревни Михайловка признана судом виновной в причинении смерти сразу нескольким мужчинам. По данным следствия, молодая девушка собирала в этом доме шумные компании. В августе прошлого года сельчанка жестоко избила здесь 37-летнего мужчину. Тело вытащила за ограду и бросила на дороге. Спустя несколько месяцев разругалась с 30-летним приятелем. От тяжких телесных повреждений мужчина скончался на следующий день. Свидетель рассказывает, что пытались унять буйную подругу, но было бесполезно. «Схватила его за ногу и скинула на пол». «Покажите, как он лежал». «Прыгнула ему на ляжке и начала наносить удары». «Куда она наносила?» «Удары наносились в грудь, в ребра». Только после этого случая девушку задержали. И уже в ходе следствия выяснилось, что она также причастна еще к одному убийству. В августе фигурантку сразу же взяли под стражу. В ходе следствия установлено, что в августе 2019 года, а также в октябре 2019 года указанная гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта по незначительному поводу нанесла телесные повреждения своим двум ранее знакомым жителям Саргатского района. От полученных телесных повреждений данные мужчины скончались на месте происшествия. Кроме того, до причинения телесных повреждений одному из потерпевших, обвиняемая совершила в отношении него насильственное действие сексуального характера путем введения ненародного предмета». Молодая сельчанка обвинялась сразу по нескольким тяжким статьям. Своей вины девушка так и не признала. В частности, у нее была своя версия. Мол, 37-летний мужчина попал под автомобиль и поэтому скончался. Однако доказательств вины девушки для вынесения приговора было достаточно. Это и показания свидетелей и судмедэкспертизы. Ближайшие 13 лет Павеляйкиной предстоит изучать тюремный быт.